Привет! Есть задача снять анодирование с алюминия. Мне косячники из ультрасиберс прислали вот такой вот излучатель для светового меча. Он анодированный, они ошиблись. Вместо белого прислали такой вот черный. То есть он должен быть вот такого цвета, а они прислали черный. Долго извинялись, говорили, что они виноваты, готовы мне выслать новый, но пересылка за мой счет. Поэтому я подумал, что можно попробовать его снять с анодирования. Они сами предложили, сказали, что это очень просто. И даже видос прислали. Видите, у меня цветовой меч, тут вот такой вот эмиттер, и черный сюда вообще никак не подходит. Поэтому снимается анодирование с алюминия вот таким вот, ну любым на самом деле средством для прочистки труб. Главное, чтобы в составе было кустическая сода, едкий натр. Вот тут в составе есть более 30%. Штука очень едкая, и народ в интернете пишет, что эта штука снимает анодирование с алюминия. Так что вот надо сегодня попробовать. Все достаточно просто. Штука очень едкая, надо соблюдать меры предосторожности. Поэтому я надел очки и вот резиновые перчатки. Вот. В горячей воде надо растворить. Сейчас мы сюда сюда насыпем достаточно много. Насыпать в горячую воду. Чем больше насыпешь, тем лучше работает. Я так кашу маслом не испортишь. И вот эту штучку мы сейчас сюда положим на несколько минут. Ну, Архимед был бы доволен. Штука очень редкая, очень редкая штука, поэтому может повредить ваши трубы, если они у вас пластиковые, поэтому сразу лучше промыть. Ну, вы уже видите, что процесс пошел. Прямо сразу пошел. Вода стала черная. Надо включить вытяжку. Она прям бурлит. Видно. Видно реакция идет. Ужас. Еще немножко подержим. Фантастика. Работает. 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 Снимает. Можно заодно трубой прочистить, но не оставляйте ее в трубе. Надо пролить штуку очень редко, если у вас пластиковые трубы или подключена посудомоечная машина, надо избежать попадания в эти, чтобы она не испортила. Ну что, как сейчас принято говорить, можем повторить. Давайте-ка для закрепления результата еще досыпем эту гадость и еще раз протраем. Горячую воду. Деталь лучше тоже сразу погреть, но результат вообще удивительный, я даже не ожидал, что так классно будет. Химические чудеса просто. Обалдеть, что происходит. Алюминий растворяется. Все, это все в помойку. Штука очень редкая. Надо все будет вытереть. Деталька получилась такая вот, окислившегося алюминия. Надо будет ее пастой Гои на войлоке почистить, но в любом случае уже что-то похожее. Тут, понятно, полированные, а тут просто окислившиеся алюминия. Вот, но черное анодирование мы с него сняли. Я даже не ожидал, что так получится. Я думаю, будет хуже. Пролейте все обильно холодной водой, и чтобы спролить вообще, чтобы в стойке этой воды со средством не было, Вот, главное, любое средство, вот я нашел, белорусы делают средство, которое содержит едкий натр, куистическую соду. Она будет работать. Слушайте, ну я не ожидал, что так хорошо получится. После полировки пастой Гои, она вообще потеряла весь черный цвет. Давайте, давайте на световой меч его поставим. Вот сейчас вот он вот такой. Поставим излучатель. Вот этот. Давайте вот этот излучатель поставим. Вот такая штука получилась. Практически в цвет. Ой, он покраснел. Такой вот злой меч получился с новым излучателем. Ну, в общем, все. Ну, в общем, все. Способ работает. Сода каустическая очень хорошо чистит алюминий. Так что пользуйтесь. Хороший метод, проверенный. Я советую. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok